Всего в мире проживает более 11 миллионов армян, но в самой Армении их только 3 миллиона, а самые крупные армянские диаспоры в России, Иране, Франции и Америке. Почему это так, мы попытаемся разобраться. Армяне – один из древнейших народов на Земле. Их история начинается за много столетий до н.э., когда на Армянском Нагоре процветало царство Урартов, которые и стали основой будущего армянского народа. Урарты имели свой язык и свою уникальную цивилизацию. Второй составляющей рождения нации стали лувийцы – древний индоевропейский народ, основавший Трою и Ливадийское царство. А третьей и главной частью нового народа стали мушки – родственники греков и фрегийцев, которые принесли на землю Армении свой язык и свою культуру. Из гармоничного слияния этих трех народов и сформировалась армянская нация, которая за шесть столетий из Урарского царства царя Сардура строит мощное царство Тиграна Великого – Великая Армения. И на протяжении всего-то периода, находясь на стыке двух цивилизаций Римской империи и Парфьянского царства, Армения не только выстояла, но и достигла своего расцвета, успешно отбиваясь от врагов то с запада, то с востока. После воскрешения Христа в Армянское царство прибыли два апостола – Фадей и Варфоломей – проповедовать христианскую веру. И через три столетия на землях Армении было множество христианских общин – апостольской церкви, апостольской потому, что веру приняли от самих учеников Христа. А в 301 году в тогдашней столице Армении в Агарашпаде царем Трдатом христианство было объявлено государственной религией. И Армения стала первым христианским государством в мире. А первым католикосом всех армян стал Григорий Партьев или Григорий Посветитель, который до этого 13 лет просидел в темнице за распространение христианства. А в 302 году Григорий закладывает первую церковь – Эдмиадзинский собор, который сейчас считается самой старой церковью Европы и мира. В то время, когда римляне еще вешали христиан на крестах, Армения уже была христианской. В 313 году император Константин разрешает христианство и в Римской империи. Следующее в 326 году христианство принимала Грузия. После того, как Константин перенес столицу в Византию, Римская империя начинает разваливаться на Западную и Восточную, или Византию. И Армения оказывается между Византией и Азиатским царством персом Сассанидов, которые вели между собой постоянные войны, в результате которых в 387 году и произошел раздел Армении. 300 лет армяне регулярно поднимают восстание против захватчиков, в основном Сассанидов. И в результате Ирано-Византийской войны 572-591 года под Византию переходит вся Армения. Армяне внесли большой вклад в историю Византийской империи. 25% профессиональной армии Византии были армянами или их потомками, а 15% византийской знати имела армянские корни. В 600 году на Востоке рождается ислам, и последним пророком и посланником Аллаха объявляется пророк Мухаммед, уроженец Мекки. Учение быстро распространяется по всему арабскому миру, и тысячи последователей Мухаммеда мечом и словом несут его учение по всему миру. Через 100 лет после смерти Мухаммеда арабский халифат, государство в котором основой является ислам, становится огромным и начинает теснить христианство. В 645 году арабы пришли и в Закавказье. Армянский князь Теодорус Рштуни признан арабом верховным правителем Армении, Грузии и Албании. А с середины 8 века титул правителя Армении получает знаменитый и древнейший род Багратидов, кстати, знаменитый русский военачальник Багратион, потомок этой фамилии. Багратиды проводят политику по восстановлению независимости армянского царства. После Севанской битвы 921 года царь Ашот II изгоняет последних арабов из страны, и халифат признает его шахиншахом независимой Армении. На грани второго тысячелетия весь Азиатский Восток уже был мусульманским, а Грузия и Армения благодаря своей христианской вере сохранили государственность, оставаясь форпостом православной Византии. Но с Дикого Востока на христианство надвигался туркоязычный ислам. И нападение сначала орд турков-сельжуков, а затем татаро-монголов, ослабило Византию и оттеснило ее на запад. В 13 меке в Малую Азию пришло племя Агузов-Кайвы, которое было вытеснено монголами с территории Туркменистана. Вождем племени был Эртагул, сын которого осман и стал основателем государства османов. Династия которых и построила могучую османскую империю на развалинах империи турок-сельжуков. Империя просуществовала до начала 20 века. С 1514 года начинается война между турками-османами и персами-севифидами за контроль над Закавказьем. Она с переменным успехом длится 40 лет, и в 1555 году между турками и персами заключается Амасьянский мирный договор, по которому Западная Грузия и Западная Армения отходят к туркам, а Восточная Грузия и Армения, а также весь будущий Азербайджан – персам. Как сообщает автор 17 века Аракел Даври-Жецы, в 17 веке в 1604 году сифивидский шах Персия Бас I выселил из Восточной Армении свыше 250 тысяч армян. Освобожденные территории заселялись персами-сосанидами, в результате чего на территории Армении образовалось несколько полунезависимых ханств, как-то Карабахское ханство, Иреванское ханство, Нахичеванское ханство, которые управлялись наследными сосанидскими ханами подконтрольными Персии. Персия и Османская империя продолжали постоянно воевать за территорию Армении, пока на исторической сцене не появилась третья сила – с севера – Российская империя. С начала 19 века территория исторической Восточной Армении постепенно присоединяется к Российской империи. В результате Русско-Персидской войны 1803-1813 годов к России было присоединено Карабахское ханство, Нагорная часть которого была населена преимущественно армянами, а также Зангизур в историческом Сюнике с усмешанным на то время населением. Дважды предпринимавшиеся попытки осадить Эревань не увенчались успехом. 5 октября 1827 года в ходе Русско-Персидской войны Эревань была взята графом Паскевичем. Несколько ранее пала и столица Нахичеванского ханства, город Нахичевань. Подписанный затем Туркманчайский мирный договор отдавал территории этих ханств России и устанавливал в течение года право свободного переселения мусульман в Персию, а христиан в Россию. В 1828 году на месте Эреванского и Нахичеванского ханств была образована Армянская область, и в нее были массово переселены из Ирана потомки армян, насильственно выселенных персидскими властями из-за Кавказья в начале XVII века. Впоследствии, в 1849 году, Армянская область была преобразована в Ореванскую губернию. Армянские поданные Российской империи, несмотря на столкновения с татарами, азербайджанцами, происходившими в начале XX века, жили в относительной безопасности по сравнению со своими собратьями, жившими в Османской Турции. В 1877 году началась русско-турецкая война, и хотя основные ее действия проходили на Балканах, Россия также хотела освободить от турок западную Армению, и начала военные действия и дипломатические переговоры с Западом по этому вопросу. Но встретила мощное противодействие западных держав, особенно Англии, и в результате Сан-Стефанский мирный договор позволил России на Кавказе получить только несколько районов, в том числе город Карст. После окончания русско-турецкой войны началась первая волна массовых убийств армян в Османской империи. В 1894-1996 годах их было убито около 300 тысяч, а всего на тот период в Турции проживало около 2 миллионов армян. А после поражения в Первой мировой войне Турция объявила армян союзниками России, и в 1915 году началось их массовое истребление. В специально построенных лагерях было уничтожено более 1,2 миллиона человек. В 1900-х годах в Закавказье стал популярен марксизм. Одновременно с этим существовали национально настроенные группы, которые стремились к независимости Армении. Восстановленная армянская государственность стала реальностью благодаря героическим сражениям армянского народа в Сардарапате, Баш-Апаране и Каракелисе против турецких войск, нападавших на вновь возникшее государство. В апреле 1920 года был подписан Северский мирный договор, по которому Армения получала почти все свои западные области, вплоть до Эрзурума и Вана. Кроме того, она получала выход к Черному морю. Северский договор, однако, фактически так и не вступил в силу. Позже он был пересмотрен на Лозангской конференции. Северский договор и не мог быть реализован в пользу Армении и России, так как на Лозангской конференции председательствовала Англия, больше союзник, чем противник Турции. И Антант ее поддержала. А Россию же вообще на конференции практически не допустили. Современные международно признанные границы Армении были образованы в 1921 году московским договором, когда Советская Россия уступила Турции преимущественно армянонаселенную Карскую область и Сурмалинский уезд вместе с горой Арарат. Область Нахичевань была передана под протекторат Азербайджанской ССР. В июле того же года Нагорный Карабах с преобладающим армянским населением был включен в состав Советского Азербайджана. В 1988 году армянский народ объединился вокруг идеи МИАЦУМ – воссоединения Нагорного Карабаха с Арменией. Толчком послужила массовая резня армян в Сумгаите в 1988 году и в Баку в 1990 году. После более трехлетнего противостояния с советским Азербайджаном Нагорный Карабах объявил о своей независимости, провозгласив Нагорно-Карабахскую республику. 21 сентября 1991 года по результатам референдума была провозглашена независимость Армении от СССР годов. В октябре того же года первым президентом Армении был избран Ливон Тер Петросян. С начала 1991 года Карабахский конфликт перерос в полномасштабную войну, продлившуюся почти четыре года и закончившуюся в мае 1994 года. В результате Нагорный Карабах был присоединен к Армении, азербайджанцы, живущие в Карабахе, бежали в Азербайджан, а их место начали занимать армяне. В сентябре 1996 года Ливон Тер Петросян был переизбран на второй срок. Однако в феврале 1998 года он был вынужден подать в отставку. 30 марта 1998 года по результатам внеочередных президентских выборов президентом стал Роберт Кочарян. В феврале 2008 года президентом был избран Серж Сарксян. В апреле 2018 года второй срок Сарксяна подошел к концу. Однако выдвижение экс-президента Сарксяна на пост премьер-министра привело к массовым протестам, которые возглавил Никол Пашинян. 23 апреля Сарксян подал в отставку. В мае 2018 года Пашинян был избран на должность премьер-министра. И хоть сегодня Армения является независимым государством, но ситуация для нее не самая приятная. Она окружена соседними странами, такими как Турция и Азербайджан, которые не очень хорошо относятся к Армении. И при любой возможности, судя по всему, готовы атаковать новое государство. Что и произошло осенью 2020 года. Колонна машин, груженных с Карбом, медленно двигается в Армению из Нагорного Карабаха и прилегающих районов, которые перейдут по мирному соглашению Азербайджану. Теперь, когда Кальбаджар и все остальные районы были переданы Азербайджану, мы будем оставаться в той же блокаде, что и до прошлой войны 90-х годов. Они дадут нам узкую дорогу, но никто не знает, насколько безопасной она будет. Нет смысла продолжать жить там, там нет будущего. В рамках подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России мирного договора к Баку переходят все занятые этой осенью территории. Кроме того, Армения до 1 декабря возвращает под контроль Азербайджана районы, прилегающие к территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Их контролировали армянские власти последние 25 лет. А ваша деревня будет принадлежать Азербайджану по новой карте? Да. И вы забрали с собой все вещи? Нет, только часть. Мы прожили там 25 лет. В этом грузовике нет места для всех наших вещей. Какая ситуация там? Там уже почти никого не осталось. Последние жители сейчас собираются уезжать. По подписанному соглашению в Нагорный Карабах и прилегающие районы сейчас должны вернуться беженцы из Азербайджана.